Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на важную тему, тему половой жизни современного человека. Что об этом думает Аюведа? Потому что, знаете, вот ходит байка, что количество разводов вот в этот послекарантинный и карантинный период вот очень возросло. Ну, одна из причин, их так называют, но трудно переносить друг друга, вот поняли, что такое быть в замкнутом пространстве долго. Ну, одна из причин в этом всем, это наверняка просто некоторые поняли, что делать-то нечего, вот, и часто это касается мужчин, и это мы видим и по обращениям, и по каким-то вопросам моих друзей, товарищей, именно как, что эта тема актуальна, вот, и поговорим о мужском здоровье сегодня и вообще о сексе в Аюведе. Секс это одна из опор нашей здоровой жизни, то есть, вот, наше питание, наш режим дня, сон, вот, и секс это три опоры здоровья. И вот секс, он тоже должен быть именно в балансе, то есть, вот, некоторые представляют, когда узнают, что Аюведы это восточная наука, они сразу могут как-то ассоциировать с какими-то аскетами, с подвижниками, у которых с сексом там, ну, очень-очень-очень редко, и не терять семя, или еще какие-то там практики. Ну, это все касается практикующих людей, это действительно есть, но даже Эльвена говорит то, что если ты семьянин, если ты домохозяин, то у тебя должны быть здоровые сексуальные отношения. Ну, конечно, со своей супругой, потому что это тоже вот, вот тут важность даже и не столько даже этическая, а как и гигиеническая, как и вообще энергетическая, с кем мы становимся одним целым. Это надо очень внимательно на это смотреть. Но это надо также для поддержания вообще, вот, вообще наших, вот этих систем. Мы знаем то, что то, чем мы не пользуемся, оно атрофируется. Ну, это, может, эту аналогию и к любому органу просто вот применить, и она будет верна. И также вот с нашей, значит, половой стемой. То есть, если мы будем пользоваться этим редко, она будет атрофироваться. Но она нужна, как, вы понимаете, как просто, как вот этот взрыв гормонов, эмоций. Это просто необходимо организму, это как определенное обновление. Я сразу говорю, есть люди, которые выбрали путь монашества. Вот, например, Альфеда говорит, что из мужчин 100, из 100 мужчин только один может быть монахом. То есть, это касается вот всех остальных 99. Кто принял монашество, мое почтение им, и в этой программе им будет наверняка неинтересно. Для всех остальных человек для своего здоровья, он должен выстроить нормальную половую жизнь. Вот, как правило, это должен быть лучше. Вот, то, что вот партнер, то есть, одна из причин, частая перемена партнеров, она вот вызывает даже при всех мерах предосторожности, она все равно вызывает какие-то болезни. Так написано в тексте. Вот. И почему? Потому что это лучшая профилактика каких-то потом возрастных нарушений. Вот, для мужчин с той же простатой, вы, например, знаете, какой процент, например, смертей в обеспеченных странах, в Европе, в Америке, от рака простаты. И просто наши мужчины, к сожалению, не доживают до того возраста, они умирают там пораньше от сердечно-сосудистых проблем, вот, а те, кто вот чуть-чуть здравоохранения и забота о себе на уровне повыше, то есть, в конце концов, вот, вот такая есть проблема. Мы знаем про аденомы, про очень неприятные вещи, вот, и лучшая профилактика, помимо правильной диеты, двигательной активности, образа жизни, питание, всего, ну, всего, всего, вот, всего, это должно быть, вот, движение. И это должно быть движение не только, вот, как половой акт, это должно быть движение ходьба, но вы должны понять, вот, нет, лучше ничего, там, для простаты, конечно, можно и на велосипеде поездить еще, но вот ходьба, это то, что доступно всем в любое время, и вот, очень-очень хорошо. Какие еще моменты, мы сегодня поговорим, эта программа надо не только мужчинам, а и женщинам, потому что женщина, кто первый страдает, если вот проблема у мужчины, первым делом страдает женщина, и вот, как раз у нее там даже, это намного страшнее, то есть, это часто выливается, вот, это воздержание, какие-то проблемы, ну, и вообще, вот, эмоционально и трудно очень чувствовать счастье, если она живет в семье, и вот, у нее нет полноценных отношений. Вообще, вот, все проблемы можно разделить, вот, я так, своими словами, на три таких фактора. Вот, это нехватка энергии, в мире это называется отжизм, наши жизненные силы, то есть, вот, этой батарейки, которая питает все системы, органы, наше сознание, и, конечно, питает и вот, вот, все наши инструменты. И вот, когда эта батарейка, это богатство, у кого-то по разным причинам. Это могут быть, там, неправильное питание, это могут быть нервные какие-то переживания, это могут быть недосыпания, это может быть гипотинамия, это может быть, ну, вообще, вот, какая-то депрессия. Ну, вот, разные факторы, или злоупотребление лекарственными растениями химическими, вот, то есть, вот, есть, вот, такая, и вот у человека понижена жизненная сила, вот, отжизм, то есть, который вот питает, и, конечно, когда батарейка села, вы понимаете, зайчик уже будет барабанить совсем не так. И вот Айурбитов, как, никакая вообще наука, она вот, она дает правильные рекомендации, как поправить этот, эту батареечку. И вот, я не поставил, тут вот, один из таких вот способов, это вот масло ги, то есть, мужчины, у которых чувствуют, что батареечка села, то вот очень рекомендую, вот, в пищу добавлять масло ги, масло ги. Так что, вторая причина после, вот, ослабления отжиза, это вообще просто, вот, проблема с самой системой. То есть, это могут быть какие-то инфекции, это какие-то воспаления, это, ну, очень много, просто нарушение кровопрощения. То есть, вот, все вот, то есть, надо понимать, что вот там прибор не работает, вот. И тут его другого выхода нету, как его вот реально лечить, узнавать причину и лечить. И в Айурбите тоже есть для этого именно препараты, которые используются для, вот, как лечения, лечения вот всевозможных инфекций, всевозможных воспалений. И я скажу, это не так быстро, например, как ты выпиваешь, как я прошел этот путь, ты выпиваешь антибиотик, на второй день тебе легче, на третий ты уже почти забыл, на четвертый и не вспоминаешь. А потом проходит какое-то время, и у тебя все равно эта инфекция вылазит, потому что не была убрана причина. И в Айурбите есть такие именно препараты, которые вот убирают причину, которые вот меняют вот саму вот работу, вот этого органа. То есть убирают вот лишние токсины, которые часто являются причиной вот размножения вот вредоносной втворы. И, то есть, вот, значит, второе, это когда не работает прибор. И третье, это психологические факторы, которые тоже бывают, и часто они возникают, когда по пункту первому, когда ты просто устал, у тебя был какой-то период, у тебя что-то не получилось. Это у всех бывает, вот. И вот, ну, кто-то включает вот какую-то программу, что все, вот у меня проблема, и мне надо лечиться, и я больной, там, икбин. Вот. А кто-то просто понимает, вот в данный момент я сейчас устал. Все. Или там в тот момент какое-то вот, вот, какое-то воспалительное заболевание, и действительно просто вот, вот функционально вот система не может работать в полную силу. То есть это надо понимать. Ну, психологические все-таки реже. Вот все-таки наши славяне, они, я скажу, у меня просто есть общение с докторами июрведы с Европой, то есть там, например, вот этот психологический фактор развит намного сильнее. То есть наши мужчины как-то они более такие, их трудно сбить, но бывают случаи. Я сегодня расскажу, то есть вот, о средствах, о натуральных средствах, которые можно купить в Индии, в другом магазине. Просто вот для удобства я буду говорить о тех, которые вот представляем мы. Вот то, что пригодится и покажет вот очень быстрый эффект для любого мужчины, это ашваганда. Это вот сила коня, это вот переводится как дух коня, вот, и это корень, который вот, можно сказать, мужской корень. Ну, не только для потенции, он укрепляет нервную систему, он укрепляет весь организм. То есть вот он дает вот стабильность, он дает устойчивость, он дает вот именно вот эту энергию. Это одно из растений, которое включается в всевозможные сборы, когда надо быстро поднять отжиз. Вот, и для того же отжиза еще, я сказала, масляки, очень хорошо, теплое молоко со специями, мед тоже вот очень хорошо, там, маточки на молоко, вот, вот такие вещи. Значит, что вот, ашваганда, она бывает как в таблетках, так же она бывает как в джем. Вот, у нас есть такой вот бобылька Пикаччо, это вот один из сильных афродизиаков, который вот используется вот тысячи лет в ее виде, вот, показывает, он тоже вот, он очищает, понимаете, он успокаивает, он вот снимает воспаление, и в то же время вот он дает вот какие-то вот возбуждающий такой эффект. Ну, вот наши партнеры из колистей Herbalist, они разработали такую формулу, Man's Herbs, которая, в которой содержится 12 вот сильных афродизиаков. Понимаете, это не то, что вот какое-то, вот, там, виара, что ты там съел, что такое виара? Это вот, это временный стимулятор, который вот тебе дал на какое-то время, но потом он соберет в два раза больше. И я вам скажу такую грустную историю, я есть в городе Ялта, знакомый патологоанатом, и он мне рассказывал, сколько мужчин, курортников привозят голыми, то есть, которые вот, не учитывая свою сердечно-сосудистую систему, вот, переусердствовали вот этими химическими препаратами. А Эльбеда не действует так, все, что действует быстро, это все, как правило, это яд, это потом заберет намного больше. То есть, Эльбеда вот действует постепенно, и вот Man's Herbs, да, это его принимать регулярно, курсами. То есть, вот мужчине, как вот после, там, 40, это рекомендуется как в обязательном порядке. То есть, там нет такого, что вот ты всю жизнь должен быть жеребцом. Нет, наши жизненные силы с годами падают, и нам надо поддерживать их. То есть, вот Эльбеда, это натуральное средство о том, как поддерживать вот свой организм, как нейтрализовать вот это негативное влияние, которое вот мы испытываем, там, экологией, там, продуктами. Вы знаете, вот один из моих учителей, Юрий Абраменко, вот когда я ему спрашивал, какие они и причины распространены вот полового бессилия у мужчин, то есть, он с такой вот важную причину, вот это, это наше питание. То есть, вы понимаете, вот что вот сейчас часто лежит в супермаркете, какое даже вот тоже мясо, это все гормоны. То есть, мы, то есть, вот люди, которые вот едят большинство продуктов, это какая-то вот промышленная пища, они потребляют такое количество вот гормонов, что просто быть там настоящим мужчиной просто им очень сложно. То есть, это вот особо выносливый экземпляр. Также у нас есть, наш партнер Нупал делает специальные препараты, вот простофорты. Вообще, вот как забота о простате, то есть, особенно у тех, кого-то, кому же прошел свой жизненный гусанский путь, и вот, как правило, уже половая система часто вот требует вот ухода, просто очистки, ухода. И вот в Айюбеде есть такие вот препараты, вот, например, Айю 50+, это вот специально для мужчины, это как качественной профилактики. То есть, да, вот я сам пропил неоднократно, вот мне еще вот 50 вот скоро только будет, но через пару лет, но вот для себя я в качественной профилактике вот пропил несколько пачек этого препарата. Понимаете, Айюбеда на случай именно предупреждает болезнь, не ждать, когда у тебя получилась уже проблема, и ты потом кричишь Аллах и бегаешь по врачам. Мудрый человек, он предвидит, он знает, вот, где у него есть слабые места, если кто болел какими-то проблемами, венерическими проблемами там в молодости, то вот уже мочепоновая система, она ослаблена, понимаете, вот ее надо и очистить, и поддержать. И вот лучше методов, чем в Айюбеде, нету. Вот мы коснулись психоэмоциональных проблем, и они тоже присутствуют, понимаете, вообще вот это, который фон вот сейчас присутствует в обществе, это вот, это просто какой-то фон импотентов, просто вот, просто то, что вот нагнетается, это посмотреть телевизор, и уже, я не знаю, тут им надо быть, чтобы после этого еще исполнять супружеский долг. И вообще, даже без этого, не самые радостные сейчас времена. И вот для того, чтобы снимать вот эту депрессию, как-то вот снимать, убирать спазмы, там, головные боли, вот просто расслабляться для хорошего сна, для вот этой же устойчивости. И вот есть такой препарат Айюананда. И вот он, самое главное, так же он не мешает. То есть, если мы выпьем какого-то седатила, например, там, бензодизепина, какого-то химического, то есть он будет так же влиять и на половую функцию, то есть он будет ее так же вот именно прибивать. То вот эти натуральные, успокаивающие, аллергические, они вообще не влияют. То есть ты спокоен, но у тебя все вот нормально работает. Также вот для, ну вот кажется, при чем тут вот потенция, например, масла. Но масла, они действуют порой, друзья, поверьте, это я говорю вам, реализовано, порой намного эффективнее даже, чем какие-то вот препараты. То есть вот просто умасливание таким маслом, как Ширабала, вот, и таким маслом, как Махамаша, вот, Нарсимка, оно еще называется Тайлом. Вот если человек умасливается, то есть он пропитывает вот себя вот этими всеми вот веществами, тут вот через вот самый большой орган кожи, это как бы большой такой вот орган, через который мы можем питать наше дело. Вот для тех, кто еще подсела батарейка, а также вот, кто там чересчур зашлакован, есть такой препарат Шиваготика. У нас его, я как-то вот о нем рассказал, у нас его сразу разобрали, долго не было, вот появилось. Это вот такие шикарные шарики, вот, могу открыть. Вот, которые сделаны из мумио и вытяжка где-то порядка 40 трав. Это надо понюхать, вот этот шикарный, шикарный очень аромат и очень-очень хороший вкус. И вот человеку, который хочет вот свою батареечку чуть-чуть вот подзарядить, то Шиваготика это как раз вот тот препарат. Так, посмотрю, что у себя там в бумаге мне еще напишут нам. То есть, понимаете, тут вот психологически, то есть вроде бы даже у тех, у кого начинаются причины физические, со временем вырабатываются именно психологические проблемы. То есть, вы понимаете, мужчина, у которого не может себя реализовать как полноценный муж, как свой супружеский долг, не может, у него со временем вырабатывается куча комплекса. И мы сегодня разговаривали, Юрий Михайлович мне рассказывал именно какие-то медицинские случаи, а я как юрист по образованию, я просто знаю, что у половины маньяков это были какие-то вот именно сексуальные проблемы. Они там не были комплипотентами, они не могли как-то себя раскрыть как мужчина с женщинами. Так что вот это надо просто даже для того, чтобы мужчина был уверен в себе, для того, чтобы в нем была сила, харизма и привлекательность. Вот, ну вот вроде бы все такие моменты рассказал. Питание, то есть вот вы должны понять, что последнее вот наше, наше вот семя, на санскрите называется шукра в Айрбеге, вот, то есть это уже продукт, прошедший, который от нашего питания, он еще прошел на семь тханей, и который он был сначала раз ахиллусом, потом кровью, потом он был мышцами, и в самом-самом конце, вот после того, как он был жиром и костями, то есть оно становится вот наше семя, то есть мы должны понять, насколько это вообще вот ценный продукт, и вот расходовать его просто так тоже не надо. И вот тут как рекомендуют Айрбега, в зависимости от нашей конституции, от нашего возраста, от времени года и даже от времени суток, мы выбираем себе график. Ну, например, у человека такого деятельного, пита, доши, такой вот природы огня, он может себе позволить, например, там, я говорю, там, после 40, там, и там, ну, какое-то количество раз, если у него достаточно жизненной силы, то это может быть, там, 3-5 раз в неделю, то есть если это не будет, ну, Айрбега рекомендует 1-2 раз, то есть вот капхам, людям, склонным по воде, они могут именно этим заниматься чаще, а людям худощавым, ну, вообще рекомендуется не чаще одного раза в неделю, потому что это и будет истощать, это, ну, то есть оно должно, организм должен вот восполняться, ну, вот, вроде бы все, так что, вот, от того, как пища, мы съедим пищу, до, вот, выхода, до того, как она станет нашим семенем, проходит от 35 до 42 дней, вот, так что, вот, всегда надо, вот, восполнять себя. Так что, друзья, хорошей вам половой жизни, вот, хорошего вам здоровья ваших детородных органов, потому что, айрбега заботится о детородных органах не просто для того, чтобы мы получали какое-то удовольствие, то есть этот фактор тоже, конечно, очень важен, а для того, чтобы у нас были здоровые, здоровые потомства, здоровые детства, потому что, насколько вот, здоровая наша вот эта система, ну, настолько мы сможем родить здоровых зачатий, здоровых детей. Все, будьте здоровы, обращайтесь, знакомьтесь с айрбедой, до новых встреч!